Глава двадцать пятая. Убедившись, что драка на площади затихает, сиятельный Эмир решил выйти в большой зал к придворным. Он придал своему лицу выражение, хотя и скорбное, но спокойное, дабы кто-нибудь из придворных не дерзнул вдруг подумать, что страх имеет доступ к царственному сердцу Эмира. Он вышел, и придворные замерли, трепеща перед мыслью, как бы Эмир по их глазам и лицам не угадал, что они знают о подлинных его чувствах. Эмир молчал, и придворные молчали, царствовало грозное молчание. Наконец Эмир нарушил его. — Что вы скажете нам? И что посоветуете? — Уже не в первый раз мы спрашиваем вас об этом. Никто не поднял головы, не ответил. Мгновенная молния передернула лицо Эмира, и неизвестно, сколько голов, увенчанных челмами и обрамленных седыми бородами, и не наплаху. И сколько льстивых языков, прокушенных в предсмертной судороге насквозь, замолкли бы навсегда, выснувшись из посиневших уст, как бы дразня живых, напоминая им о полной призрачности и их благополучии, о чете и суете их стремлений, хлопот и надежд. Но все головы остались на плечах, и все языки остались прибывающими в готовности к немедленному льстивому действию, потому что вошел дворцовый надзиратель и возвестил «Хвала!» К воротам дворца прибыл неизвестный человек, называющий себя Гусейном Гуслия, мудрецом из Багдада. Он объявил, что имеет важное дело и должен немедленно предстать перед светлыми очами повелителя. «Гусей, Гуслия!» — воскликнул Эмир, оживившись. «Пропустите его! Зовите его сюда!» Мудрец не вошел. Он вбежал, не скинув даже запыленных туфель, и распростерся ниц перед троном. «Приветствую славного и великого Эмира, солнца и луну вселенной! Грозуй благо ее! Я спешил день и ночь, чтоб предупредить Эмира о страшной опасности! Пусть Эмир скажет, не входил ли он сегодня к женщине! Пусть Эмир ответит своему ничтожнейшему рабу, я умоляю, повелителя!» «К женщине?» озадаченно переспросил Эмир. «Сегодня нет. Мы собирались, но еще не входили!» Мудрец поднялся. Лицо его было бледным, он ждал этого ответа в страшном волнении. Глубокий, длительный вздох облегчил его грудь, и румянец, медленно возвращаясь, начал окрашивать его щеки. «Слава всемогущему Аллаху!» воскликнул он. «Аллах не дал погибнуть светочу мудрости и милосердия!» «Да будет известно великому Эмиру, что вчера ночью планеты и звезды расположились крайне неблагоприятны для него. И я, ничтожный и достойный лишь лабызать прах следов Эмира, изучил и вычислил расположение планеты и узнал, что пока не встанут они в благоприятное и благоденственное сочетание, и мир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема. Слава Аллаху, что я успел вовремя!» «Подожди, подожди, гусейн, гуслия!» ответил его Эмир. «Ты говоришь что-то непонятное!» «Слава Аллаху, я успел вовремя!» продолжал восклицать мудрец. Конечно, это был гусейн, хаджан-асредин. «Теперь я буду до конца моих дней гордиться тем, что помешал Эмиру коснуться женщины и не допустил вселенную осиротеть!» Он воскликнул это с такой радостью и горячностью, что Эмир не мог не поверить ему. «Когда я, ничтожный муравей, был озарен лучами величия Эмира, соизволившего вспомнить мое недостойное имя и получил повеление прибыть в Бухару на Эмирскую службу, то я как бы погрузился в сладостное море небывалого счастья. И я, конечно же, выполнил без всяких задержек это повеление и выехал тотчас же, потратив только несколько дней на составление гороскопа Эмира, дабы, будучи в пути, уже служить ему, наблюдая за движениями планеты звезд, имеющих влияние на его судьбу. И вот вчера вечером, взглянув на небо, я увидел, что звезды расположились ужасно и зловеще для Эмира, а именно звезда Аль-Кальп, означающая «жала», встала напротив звезды Аш-Шуала, которая означает «сердце». Далее увидел я три звезды Аль-Гафр, означающие «корону», и две звезды Аш-Шаратан, означающие «рога». И было это во вторник, день планеты Марса, а день этот, противоположность четвергу, указывает на смерть великих людей и весьма неблагоприятен для Эмиров. Сопоставив все эти признаки, понял я ничтожный звездочет, «что если, что жало смерти угрожает сердцу носящего корону, если он коснется покрывала женщины? И дабы предупредить носящего корону, я спешил день и ночь, загнал до смерти двух верблюдов и вошел пешком в Бухару». «О, всемогущий Аллах!» произнес пораженный Эмир. «Неужели нам действительно угрожала такая страшная опасность? Ну, может быть, ты просто перепутал, гусень, гуслия?» «Я перепутал?» воскликнул мудрец. «Да будет известно и миру, что нигде от Багдада и до Бухары нет никого, равного мне в мудрости или в умении вычислять звезды или излечивать болезни. Я не мог перепутать. Пусть Владыка и Солнце Вселенной, Великий Эмир спросит у своих мудрецов, правильно ли я обозначил звезды и справедливо ли стуковал их с расположения в гороскопе». Мудрец с искривленной шеей, повинуясь знаку Эмиры, выступил вперед. «Несравненный собрат мой по мудрости Гусейн Гуслия правильно назвал звезды, что доказывает познание его усомнится, в которых никто не осмелится». «Но», продолжал мудрец и в голосе его Хаджана Средин почувствовал коварство, «почему мудрейший Гусейн Гуслия не назвал перед Великим Эмиром шестнадцатого стояния Луны и созвездия, на которое это стояние приходится, ибо без этих обозначений неосновательным было бы утверждать, что вторник, день планеты Марса, точно указывает на смерть великих людей, в том числе и носящих корону, ибо планета Марс имеет дом в одном созвездии, возвышение в другом, падение в третьем и ущерб в четвертом, и в соответствии с этим планета Марс имеет четыре разных указания, а не одно только, как сказал нам почтеннейший и мудрейший гусейн гуслия. Мудрец умолк, а на губах его играла змеиная усмешка. Придворные одобрительно зашептались, радуясь по срамлению вновь прибывшего. Оберегая свои доходы и высокое положение, они старались никого со стороны не допускать во дворец, и в каждом новом человеке видели опасного соперника. Но Хаджан средин, если уж за что-нибудь брался, то не отступал никогда. А кроме того, он насквозь видел и мудреца, и придворных, и самого эмира. Нисколько не смутившись, он снисходительно ответил, «Может быть, мой почтенный и мудрый собрат несравненно превосходит меня в какой-нибудь другой области познаний». Но что касается звезд, то он обнаруживает своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из мудрых Ибн-Баджа, который утверждает, что планета Марс, имея дом в созвездии Овна и Скорпиона, возвышение в созвездии Козерога, падение в созвездии Рака и ущерб в созвездии Весов, тем не менее, всегда присуще только дню вторнику, на который и оказывает свое влияние, пагубное для носящих короны. Отвечая, Хаджан Насредин ничуть не опасался быть уличенным в невежестве, ибо прекрасно знал, что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше привешен язык, а в этом с Хаджой Насредином было трудно сравняться. Он стоял, ожидая возражений мудреца и готовясь ответить достойно, но мудрец не принял вызова. Он промолчал, и хотя он очень сильно подозревал Хаджу Насредина в мошенничестве и невежестве, но подозрение не есть уверенность, можно и ошибиться, зато о своем крайнем невежестве мудрец знал точно и не осмеливался спорить. Таким образом, его попытка посрамить вновь прибывшего послужила к обратному. Придворные зашипели на мудреца, он пояснил глазами, что противник слишком опасен, чтобы схватиться с ним в открытую. Все это, конечно, не ускользнуло от внимания Хаджу Насредина. «Ну, подождите», подумал он, «Вы еще узнаете меня». Эмир погрузился в глубокое раздумье. Никто не шевелился из опасения помешать ему. «Если все звезды названы и обозначены тобой правильно, Гусейнгус не я», сказал Эмир, «так та действительно толкование твое справедливо. Мы только никак не можем понять, почему в наш гороскоп попали две звезды Аш-Шаратан, обозначающие рога. Но ты успел поистину вовремя, Гусейнгус ли я? Только сегодня утром в наш гарем привели одну девушку, ну и мы собирались. Хаджану Средин в ужасе взмахнул руками, «Извергни ее из своих мыслей, пресветлый Эмир! Извергни ее!» вскричал он, словно бы позабыв, что к Эмиру нельзя обращаться прямо, но лишь косвенно, в третьем лице. При этом он рассчитывал, что такое нарушение правил, вызванное как бы сильным душевным волнением, растекающим из преданности Эмиру, и беспокойствие за его жизнь, не только не будет поставлено в большую вину, но наоборот, свидетельствуя об искренности чувств восклицающего еще больше возвысит его в глазах Эмира. Он так просил и умолял Эмира не прикасаться к девушке, чтоб потом ему, гусейну гуслия, не проливать реки слез и надевать черные одежды горя, что Эмир даже растрогался. «Ну, успокойся, успокойся, гусейн гуслия! Ну, мы же не враг нашему народу, чтобы оставить его осиротевшим и утопающим в скорби. Мы обещаем тебе в заботе о нашей драгоценной жизни не входить к этой девушке и вообще не входить в гарем, пока звезды не изменят своего расположения. О чем ты нам своевременно скажешь? Подойди поближе!» И с этими словами он сделал знак своему кальянщику и затем собственноручно передал золотой чубу к приезжему мудрецу, что было великой честью и милостью. Преклонив колени и опустив глаза, мудрец принял эмирскую милость, причем по всему ему телу прошла дрожь от восторга, как подумали придворные с недаемой злобной завистью. «Мы объявляем нашу милость и благоволение мудрецу гусейну гуслия», сказал эмир, «и назначаем его самым главным мудрецом нашего государства, ибо его ученость, ум, а равно великая преданность нам, достойны всяческого подражания». Придворный летописец, обязанностью которого было записывать в хвалебных выражениях все поступки и слова эмира, дабы его величие не потускнело в будущих веках, о чем эмир заботился чрезвычайно, заскрепел тростниковым пером. «Вам же», продолжал эмир, обращаясь к придворным, «мы наоборот изъявляем свое неудовольствие, ибо вашему повелителю, после всех неприятностей, причиненных хаджой на срединам, грозила еще и смерть, но вы даже не почесались. ну, посмотри, посмотри, гусейн, гусляя, на них, посмотри на этих болванов, на эти морды вполне подобные ишачьим. Поистине еще ни один государь никогда не имел столь глупых и неродимых визирей». «Светлейший мир совершенно прав», сказал хаджан асредин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто бы прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. «Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости». «Вот-вот», обрадовался эмир, «вот именно, не отмечены печатью мудрости». «Скажу еще», продолжал хаджан асредин, «что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетелей и честности». «Воры», сказал эмир убежденно, «все воры, все до единого». «Поверишь ли гусейн, гуслея?» «Они обкрадывают нас денно и ночно. Нам приходится самолично следить за каждой мелочью во дворце и каждый раз, проверяя дворцовое имущество, мы чего-нибудь не досчитываемся». «Не далее, как сегодня утром в саду мы позабыли наш новый шелковый пояс, а через полчаса его там уже не было. Кто-то из них успел». «Ты понимаешь, гусейн, гуслея?» При этих словах мудрец с искривленной шеей как-то особенно кротко и постно потопил глаза. В другое время это его движение осталось бы незамеченным, но сегодня все чувства Хаджина Средина были обострены. Он все замечал и сразу обо всем догадывался. Он уверенно подошел к мудрецу, запустил руку к нему за пазуху и вытащил оттуда шелковый богато расшитый пояс. Не об этом ли поясе сожалел великий эмир? Изумление и ужас сковали придворных. Новый мудрец оказался действительно опасным соперником и первый же, выступивший против него, был уже сокрушенным и повергнут в прах. У многих мудрецов, поэтов, сановников и визирей дрогнули сердца в этот миг. Клянусь Аллахом, это тот самый пояс, скричал эмир, гусень, гуслея, ты воистину несравненный мудрец. Ха-ха-ха, торжествующе обратился эмир к придворным, причем лицо его выражало самую искреннюю, живейшую радость. Попались наконец, но теперь-то уж вы не сможете украсть у нас ни одной нитки, довольны мы не натерпелись от вашего воровства. А этому презренному вору, дерзко похитившему наш пояс, выщипать все волосы на голове, на подбородке и на теле и дать ему по его подошвам сотню палок и посадить его голову на осла лицом к хвосту и возить по городу, объявляя повсеместно, что он вор. По знаку Арсланбека палачи накинулись на мудреца и вытолкали за дверь, и там, прямо на пороге закипела работа. Через две минуты палачи втолкнули мудреца обратно в зал. Голого, лишенного даже волос, срамного да нельзя. И вот тут-то всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная челма скрывали убожество ума и клеймо порока, лежавшее на его лице, что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как неотъявленнейшим плутом и вором. Мир поморщился. Уберите! Палачи потащили мудреца, и вскоре за окном послышались его вопли, сопровождаемые сочными ударами палок по пяткам. А потом его посадили на сла головы лицом к хвосту, и под ужасающий рев труб, под грохот барабанов повезли на базарную площадь. Эмир долго беседовал с приезжим мудрецом. Придворные стояли, не шевелясь, что было для них крайне мучительно. Жара усиливалась, потные спины под халатами чесались невыносимо. Великий визирь Бахтияр, больше всего опасавшийся нового мудреца, был занят мыслями о привлечении придворных на свою сторону, чтобы сокрушить с их помощью соперника. А придворные же, заранее угадывая по многим признакам исход борьбы, рассчитывали, как бы повыгоднее отречься в решительную минуту от Бахтияра, предать его и тем самым войти в доверие и милость к новому мудрецу. Аймир все расспрашивал о здоровье калифа, о багдавских новостях, о событиях в пути, и Хаджена Средину пришлось по-всякому изворачиваться. И все уже сошло благополучно. И Эмир утомленный беседой приказал приготовить себе ложи для отдыха. Но вдруг за открытыми окнами послышались голоса, чей-то вопль, в зал быстрыми шагами вошел дворцовый надзиратель. Его лицо сияло радостью, он объявил, да будет известно великому повелителю, что богохульник и возмутитель спокойствия Хаджана Средин пойман и приведен во дворец. Сразу же вслед за этими словами широко раскрылись ореховые резные двери. Стражники, торжествующие громыхая оружием, ввели горбоносого седобородого старика в женской одежде и повергли его на ковры перед троном. Хаджана Средин похолодел, и стены дворца словно бы покачнулись перед его глазами, лица придворных окутались зеленоватым туманом. до сих пор, до сих пор,